Генеральный спонсор крупнейший интернет-магазин тату-оборудования 28opt.ru Всем привет! С вами ББ и сегодня в нашем шоу охуенный мастер Никита Наумов. Привет! Ну что, давай рассказывай, бородатый! Расскажи о себе, как пришел к своему делу. Ну, наверное, как и любой стировщик, пришел к этому случайно. Пришел делать свою первую тату-оборудовую мастера. И, собственно, я к нему пришел, делал свою тату-оборудовую. И он сказал, хочешь сам попробуешь. Он знал, что я долгое время рисую, занимался керамикой, резьбой по дереву. То есть, какой-то опыт у меня был. И, собственно, мне посоветовал заняться этим. Купил свое первое оборудование и начал тренироваться на друзьях. А, кстати, как давно ты делал первую татуировку? И вообще, как ты давно работаешь? Я работаю, ну, профессионально, можно считать, с 2011 года. Первый год я не считаю, потому что это были надомные работы. То есть, всего 4 года где-то, в общем, да? Ну, 5-й идет, да. Вот я буду скоро самым охуительным тату-мастером. Ну, все об этом знают, я думаю. Еще в очередь будешь вставать ко мне, эти тату-хи будут делать. Да, возможно. Короче, так что оставь побольше места пустого на своем теле, я буду там ставить свои автографки. Давай ты расскажешь о своем первом тату-оборудовании. Вот что ты мне посоветуешь? Какое мне тату-оборудование нужно использовать? Ну, первое оборудование у меня было не очень, тебе рассказать про крутое оборудование или про начинающее. А что... А я буду сразу начать с нормального оборудования. Не, ну, смотри, для меня нужно рассказать, что мне вот нужно использовать, чтобы я... Нормальное оборудование сразу. Ну, а вот бывают же бомжи, например, не у всех много денег. Ну, а Китай я бы не советовал покупать. Так, а Корею? Таких нету. Есть бюджетные варианты, конечно. Ну, вот что ты скажешь о бюджетных вариантах? Подойдет ли мне бюджетный вариант для начала? Ну, для начала подойдет, но не советую. Ну, я на данный момент работаю машинками от Влад Влада. Ага. И ХМ фирма. А ХМДМ? ХМ. Ну, в ХМДМе, значит, тоже за ту машинку продают. Это будет. Лосины возьму себе, какие-нибудь аксессуарщики и машинку. Окей, а ты, может быть, расскажешь, чем отличаются вообще машинки? Я слышала, какие-то индукционные есть. Ну, вот, в данном случае от Влада я работаю индукционными машинками. Нет, контурные у меня. А закрасочные работают роторными машинками от ХМ. Ага. А чем они вот отличаются? Я вот не знаю ни хрена. Ну, какого-то супер отличия у них нету. Все на любителя. Просто отличаются на стройках. Нет, я имею в виду, вот, индукционные и роторные, да? Ну, у них просто механизмы работы разные. Ага. Все зависит на любителя. Кто-то любит работать не с теми машинками, а кто-то роторные. То есть они, в принципе, ничем не отличаются? Ну, считается, что роторные машинки более плотно красит, меньше вибрации. А там каких-то там линий будут расплывчатые какие-то или еще что-то? Ну, вот, я бы рекомендовал контурить именно индукционную машинку. Вот, значит, я возьму себе индукционную машинку. Понятно? Смотри, какой ты стиль будешь делать? В ХМДМе пойду и куплю себе со скидоном. Еще мне в подарок какие-нибудь там резиночки для волос подарить. О иголке. Что ты мне скажешь о иголочках? Есть контурные иголки, есть иголки для закраса. Они отличаются количеством иголок. Есть раунды, это контурная иголка. Сколько непонятных слов. Да, давай дальше говори. А елочная иголка не подойдет? Так, слушай, а как ты вот пришел к олдскулу? То есть ты сразу такой решил, я буду делать олдскул. Я крутой, я отрастил бороду, я буду делать олдскул. Мне просто с самого начала нравился данный стиль. И как бы я стремился именно им заниматься. Слушай, татуировщику обязательно, наверное, нужна борода. Более внушаемо, брутально. И мне кажется, это как-то увеличивает профессионализм, да? То есть я, как татуировщик, должна себе отрастить прекрасную хвойную бороду. Я буду сразу, да, на высоте. Сек, бантик, бой. Слушай, и еще, окраска. Что ты окраски мне скажешь? Какую лучше? Для кожи они чем-то отличаются? Есть какие-то различия? Какие краски лучше использовать? Они как-то влияют на кожу? Какие-то ярче, какие-то тусклее? От каких-то гниет кожа? Блестит, как попка у младенца? Так, ну опять я советую приобретать качественную краску, не китайскую. Соответственно, от китайской краски... А кто-то мне про китайские иголочки говорил и использует. Ну, они посовеместно используются. Китайские иголки это одно дело, а краска, она, соответственно, сгоняется тебе под кожу. И от китайской краски очень много последствий пагубных. Соответственно, приобретайте качественную краску. Увестных производителей, таких как Intenzo, Internal, Fusion. Интерны? Красками работаю я. Интерны? Какие последствия могут быть от хреновой краски? Ну, вплоть до загнивания и так далее. Прям гниет до костей? Ампутация какая-нибудь руки, да? То есть у меня шея уже должна провалиться вниз. Соответственно, некачественная краска, она выцветает со временем. Может вызвать аллергию, но это самое простое, что может быть. А самое жесткое, что может быть? Ну, загнаю я не могу. То есть гной? Такой желтый-желтый гной, да? Да. Желтый-желтый гной такой потечет, да? Ну что, Никита, я узнала много интересной информации от тебя по поводу тату-машинок, игл, красок. И хотелось бы знать основные правила, чтобы вот я села и охуенно делала татухи. Самое главное все держать в чистоте и использовать так называемую барьерную защиту. То есть в подвале татухи не стоит делать? В подвале, ну, если ты хочешь прям совсем узком заниматься. Ну да, по теме будет нормально, как бы. Окей, что еще? Конечно, хотя бы минимально надо уметь рисовать. Это мой конек. Я вот тебе сейчас пару эскизов моих покажу, и ты скажешь, хочешь ты себе такой или нет. Ну, конечно, хочешь. Вот я рисовала, пожалуйста, с обушкой. Нормально. Это набросок моей кошки. Глаза видишь? Глаза видят. Остальное не вижу. Нет, вот такое очень красиво. Красиво же? Красиво, как что-то написано. А это ничего не написано, оказывается. А, а вот, вот это я вообще горжусь. Это же реализм, да? Реализм. Я предлагаю такие эскизы. Это нормально. Так, а что значит, это нормально, а остальное? А вот это мне вообще нравится. Если я себя нарисовала. А, это уже по твоей части, видимо. Это роза, если что. А, это роза. А что ты думал? Что ты можешь сказать? Я талантливый будущий татуировщик? Для начала нормально. Больше тренировок, практики, и все получится. Ну, на тебе и будем практиковаться тогда. Когда? Выберешь себе. Скоро. Нет, мы с тобой уже выбрали. Кстати, я же чуваку в Амстердаме на био. А он мне тоже сделал, сейчас покажу. Три криста, вон. Ну-ка, тату-мастер, Никита, ну-ка рассказывай. У тебя есть какая-то веселая история, веселый случай вот на твоем опыте? Нет, я очень серьезен. Как так? Никто не приходил и не просил иероглиф? Такие ситуации ежедневно приходят и спрашивают тупые вопросы. Ага, приходят такие дурочки, да? Котов себе на бровях рисуют. Приходят же такие, да? Нет, это нормально еще. А, то есть... Мне-то... Нет, если бы ты не со мной сейчас говорил и не набивал мне этого кота, ты бы, наверное, по-другому садил. Если бы мне не нравилось, я бы не сделал. Да? А какашку на мизинце ты же мне будешь рисовать? Так, мы же с тобой договорились будем делать. Все, все. Нравится какашка, значит, все хорошо. Делал ли ты, например, татуху, когда чувак и тетка трахают? Ну, я не знаю, может... Такого экстремального не было. Не было? А где ты самое экстремальное делал татуху? На яйцах делал? Как, конечно же, начинающий и самый охуительный будущий тату-мастер, делаешь ли ты временные татуировки и как их сделать? Вот это один из самых тупых вопросов, которые... Ты меня сейчас тупой назвал? Вопрос. Я приеду в Москву и надеру тебе твою бороду. Я вот себе хочу сделать. А у тебя все временные? Нет. Парочка настоящих, остальное все смоется. Усы сидит, закручивает свои. Какие самые тупые вопросы тебе задают? Временные татуировки, если нету. Потом, используете ли вы одноразовые оборудования? А вот здесь поподробнее. Используешь ли ты одноразовые? Не одноразовые. Все одноразовые. Что? То есть ты хочешь сказать, что не было такого случая, чтобы ты такой сделал татуху и такой... Черт, сэкономить бы иголочек. А, ложись-ка, сейчас тебе тоже набьют татуху. Нет, конечно. Почему? Потому что мы заботимся о своих клиентах. Ути-пути, какие милости. Что к тебе дело? Ах ты! Ну окей, окей, я же тебе тоже буду делать, так что точтемся. Иногда спрашивают, почему мы с клопачков выкидываем краску? А вы что, а я всегда думала, что вы вливаете обратно ее. А почему? Вы что, вы кидываете? Так как там остается кровь, соответственно, кидеть ее другому человеку нельзя. Вдруг спидом заболеет, да? Да. Есть соблюдать все меры предосторожности. Вероятность заражения минимальная. То есть ты используешь что-то особенное, чтобы не заболеть спидом? Порчатки. Резину используешь, да? Никита, Никита, а ты можешь мне показать, ну как бы я послушала, что ты сказал, а ты можешь мне показать именно? Что это? Показать мне тату-машинку какую-нибудь. Конечно. Это что? Давай я рассказываю. О, розовенькая мне очень нравится. Красненькая. А у меня розовенькая, кажется. А у меня красненькая. А у меня пусть будет розовая. Что это? Ну, это машинка от Влад Влада как раз. Ага. Созданная специально для меня кастом. Что это такое? Созданная только для меня. А, чисто для Никиты Наумова. Да. Для Нелла. Так, ну что ты мне расскажешь? Вот это индукционная машинка. Это индукционная машинка. Данная машинка является контурной. Ага, то есть ты делаешь клёвый контур индукционной машинкой от Влад Влада. У меня две индукционные машинки для контура. Это машинка для больших группы игл, для больших контуров, полостых. Катушка для ниток подойдёт? Или такие специальные нужны? Нет, специальные катушки, которые создают магнитное поле. То есть мы можем сделать очень крутой тоненький контур? Этой тоненький не сделаешь, это делаешь толстых контуров. Ага, то есть прям полускулу как раз это, да? Да. Ну, вот данная машинка для толстых контуров. Также использую вторую машинку для... На черепашку-ниндзя, похоже. Для более тонких контуров. А это какая, роторная? Это тоже индукция. Для контуров я использую индукцию. Ага. То есть и эта, и эта машинка, они обе индукционные и обе для контуров. А чем ты заштриховываешь свои картинки? Ну вот одна из машинок. Это роторная? Да, это роторная машинка фирмы ХМ. Что о ней можешь сказать? Она контур не делает, она только заштриховывает? Ну, в принципе, можно использовать для контуров, но не советую, так как... Ну, для определенных работ можно использовать. Ну-ка, Бородач Никита, расскажи-ка еще, а есть такая машинка одна, чтобы можно было и контур делать, и заштриховывать? Ну, вот, скажем так, комбо. Знаешь, как Бургер и Пепси, два в одном. Есть универсальные машинки, да. Ты такими пользуешься, да? Она является универсальной, ну, по характеристикам, она как реалистик шейдер, то есть ей можно и контурить, и красить. А сколько стоит примерно такая машинка, вот как у тебя? От 15 тысяч и выше. Я не понимаю то, что, знаешь, используют для контура, да, машинку, и используют для закраски. И ты говоришь то, что есть, которые используют, ну, универсальная машинка. И почему же все-таки используют разные, а не универсальные? Ну, во-первых, каждая машинка имеет свой индивидуальный настрой. То есть, если машинка для маленьких контурок, ты не сможешь в нее поставить более толстую иголку, и она просто ее не потянет. Потому что каждая машинка настроена под определенную группу иголок. И, во-первых, использование разных машинок упрощает работу. То есть, чтобы тебе провести толстый контур и тоненький контур, берешь две машинки, ставишь иголки и работаешь попеременно. То есть, ты советуешь лучше, чтобы у тебя на готове было... Две машинки лучше, чем одна, да? Я использую обычно 3-4 машинки. Ого, 3-4? То я думаю, что я для начала вообще возьмусь и универсальную, и буду хуярить только так. Пофиг, что все будут с ампутированными руками и ногами. Зато универсальная. Ну что, Никита Нелл, что ты нам всем подписчикам, всем начинающим мастерам пожелаешь? А в частности, мне. Тренируйся и будут архуярные татуи. Попай хорошее оборудование, работай над собой. То есть, мне в спортзал, значит, сходить, да? Так, буду тренироваться. На свинюшках, кстати, а на чем лучше тренироваться? Может быть, искусственная кожа? Искусственная кожа. Честно говоря, я бы не рекомендовал на ней тренироваться. Почему? Ну, это резинка, на которой не поймешь всю динамику работы с кожей. А если вот кусок сала купить, со шкуркой? Иногда тренируйтесь на этом. Более лучше, чем искусственная кожа. А апельсинчики? Мандаринчики? Это все было в слон. Было в слон. Так, мне, значит, нужно тренироваться на чем-то. Но лучше на людях, значит, все. Повторяю еще раз. Мне нужно и вам, ребята, учиться делать татухи. Вот, блядь, и все. Отличные ответы. Тренироваться, тренироваться, рисовать, покупать хорошее оборудование. Не пользоваться по два раза иголками. Не выливать, блядь, краску обратно в бутылочки. Просто любить свое дело, и все. И не поганить жизнь остальным людям. Делай свои тупые, понючие, уродские портаки. Ладно, Никита, спасибо тебе большое за эту пиздатую информацию. Я сейчас пойду себе куплю хорошее тату-оборудование. Буду учиться делать клевые татухи на молодых, бедненьких свинюшках. А потом я приду, блядь, к тебе. Готовь свою задницу. Ты где вообще находишься-то? Я работаю в салоне тату-фаер в городе Мытищи. Значит, мне, блядь, пердолить в Мытищи, чтобы тебе сделать на ноге татуху? Никиточка, спасибо тебе большое. Я пойду тренироваться, делать татухи и жди меня скоро к себе в гости. Будешь получать уродскую татуху себе на ногу. Кстати, а как вот на дряхлой коже? Нормально. А она, смотри, ты такой растягивающая, наверное, парень. Ну, делай, делай, делай что-то, потом убираешь, она обратно. Нет? Как это так случается?